Вперед! Нас лес зовет! Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать на другой жизни! 2 мая, естественно, в одном месте вот такое шило и идем в те же места, где были вчера с домонгольскими находками, с очаровательными, прозванивать дальше эти холмы. Вот, что получится, не знаю, получится ли вообще. Вообще удивительная на самом деле штука была, что вот так вот запросто наткнулись. Про пуговицу из одного из предыдущих роликов в комментарии человек написал, что это пуговица наполеоновских войск 5-го полка, что ли. Ну, пятерка обозначает, видео будет по ссылочке. Так что интересно, что здесь сделал наполеоновский солдат в наших лесах, непонятно. Ладно, пойдемте в лес, что-нибудь поищем. Ну, дошли мы до этого места. Промежуточный результат рассказываю. Несколько ножичков. Гвозди кованые. Как все, в общем-то, как обычно. Вот, и сейчас сигнал был вон там, между деревьями. Грунт вообще офигенный, кстати, смотрите. Песок. Сейчас покажу красоту. Соскребет какой-нибудь. Ага. А вы думаете, зачем Копольский манекюр? Чтобы песочек соскребать аккуратненько, нежненько. Здесь какую-нибудь монету бы найти в тех времен. То есть они были, конечно. Вроде как безмонетная была эпоха. Вроде как. Ну, вроде как. Кстати, кошель серебра здесь в метрах 250. Ну да, здесь не очень далеко. Вот такое колечко. Насечки такие, как будто содрали. Тоже оловенистый бронз, соответственно. С такими узелочками по бокам. Офигенно. Очень красиво. Но рисунка нет. Да, видимо, что-то стерли. Видно, вот насечки такие, как будто его стирали. Вот такая находочка. Вот за ними и ходим в лес. Никто никогда здесь лазить не будет. Кроме вот таких вот любителей. А археологи особо нами не интересуют. А археологи, что здесь им делать археологам? Во-первых, они за денежки ходят. Кто им будет платить зарплату, чтобы они по лесам лазили? Я тоже так хочу, чтобы никто не зарплату платил. А мы за интерес. А мы за интерес. Находки мы не продаем в надеждах открыть музей. Ну посмотрим. Пока не теряем. Да, посмотрим. Вот. Теперь у тети Любы у нас сигнальчик. Говорит опять кольцо. А кольцо это хорошо. Блин, без глаз бы здесь не остаться. Сейчас снимем. Да это я прикал. Хрена здорово какой. Сейчас фокусируюсь. Во какое. Крупное. Большой мне на большой палец. Ага. Мужской наверное. Слушайте, ну замечательная штучка. Какое, говорю, здесь интересное место. Я ему там раскопал, не могу понять какой-то фантомный сигнал. А чем Билл-то? 12-13. Санат. Хорошо. Хорошо. Хрюкал. Ха-ха. Замечательное место. Это на заметку тем, кто копает только свет. А, нет. Я уже рассказывал неоднократно в видео, что я сколько сигналов, особенно вот такого плана находок старинных, подымал на черных сигналах. Вообще на черных. Без цветного. То есть дискриминатор работает до какой-то определенной глубины. А дальше уже, видимо, они не срабатывают. И чешую я находил также точно. На черных. С Андрюхом Хабаром когда ездили в один занимательный лесок. Где эту? Василий первого, да. Уделку нашли. Вот она была просто на черном сигнале. Я решил копнуть, посмотреть чернинку. Вот, копнул. Особенно, когда она стоит на ребре. Да, на ребре в том числе. И глубоко. И глубоко. Друзья, следующая находочка. Попробую. Опять колечко ложновитое. Попробую. Во! Вот такое чудесное. Замечательное. Как вы думаете, что у нас за находка? Прям уникальное какое-то место. Опять кольцо. Такой перстень, да. Который мы находили. Гладенький, с пуптиками. Сейчас. Сейчас я чуть-чуть его почищу. Где здесь? Налет песчаный. Фокусировка. Деру. Во! Вот такая вот штука. Занимательная. Такой уж точно, один в один. Сейчас. Охренительно. Вот так вот. С пипочками. Ого. С узелочками. Забираем. Красота. Выбрались мы. Из леса? Из леса, да. Время седьмой час. Сегодня властелин и колец. Аж четыре штуки. Два совершенно одинаковых перстня и два ложных колечка. Железо. Ножечки. Вот какие-то инструментики. Кстати, интересные. Какие-то. Здесь ручка была. Вот этим что-то делали. Причем она вот здесь витая. Вон. Ну да, да, да. Это тоже витая. Тоже витая хрень. Вон. Даже не знаю, что за инструменты. Ну все. Тут кочадык поломатый. Вот. Как-то так. Вот. У нас еще много времени пока что. для весенних выходов майских. Идея какая? Продолжать бить гряду. То есть она идет длинная-длинная. То есть это, и скорее всего, возможно, что где-то локально на этой гряде стояли, собственно, поселусь. Как мы вот это-то и нашли первую. Естественно, на эту мы будем периодически заходить. Потому что там сигналов-то еще уйма, и черных в том числе. Ну просто, если двигаться дальше, то наш путь будет именно через это место. Ну да, да, да. Там в любом случае через него будем проходить. Так что смотрите дальше канал. Думаю, что мы много чего интересного еще наснимаем, найдем. Сюжет будет развиваться. Будет, будет. То есть, по идее, будем формировать понятие, где здесь жили люди вот в тот период. Несколько мест мы уже как бы знаем, но никому о них не расскажем. Вот. Ну и будем дальше смотреть. Потому что там в леса ходить не приходить всю жизнь. И там ответ на вопрос, даже не на вопрос, а люди, которые утверждают, что уже ничего не осталось. Осталось еще много. Поля, да, поля, может быть. Но в полях и не интересно. А леса нехоженные. Очень мало. Вот здесь вот, в этих лесах, где мы лазим, я больше чем уверен, что никто никогда не ходил. Потому что здесь такие дебри. Да и сюда, и что, здесь нет ничего. Урочи, чтоб нет любимых всеми. Есть, точнее, но дальше. Но это нам не интересно. Карт? Нет. Карт? Нет. Ну, какие карты? 50, 11, там 12 век, какие карты? Ну, вернее, они были, наверное, какие-то там, рисованные и все остальное. Но до нас-то это все не дошло. Ладно. Ставьте пальчики, подписывайтесь, не забывайте. Не забывайте делиться видосами, кому не лень. Нам это очень помогает в развитии канала. Все, всем здоровья и пока. Субтитры сделал DimaTorzok